Всем привет! Шотландские ученые научат нас правильно мыть руки. Московские исследователи помогут бороться с грибковыми заболеваниями, а казанские специалисты исправят тканевые дефекты. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Все знают, что нужно регулярно мыть руки, но мало кто знает, как делать это правильно. В частности, ученые из Калидонского университета нашли самый эффективный способ. Шотландские исследователи наблюдали, как моют руки 42 врача и 78 медицинских сестер местных клиник и регулярно брали образцы бактерий с их ладоней. Собрав и проанализировав все результаты, ученые определили самый лучший метод мытья рук, который включает в себя 6 этапов. Этот способ снижает количество бактерий на руке почти на 20% и эффективно предупреждает распространение инфекций. А в России исследователи МГУ продемонстрировали, как можно подавить устойчивость грибов к антигрибковым препаратам. Самым эффективным из исследованных веществ оказался актилородамин. Он сильнее всех остальных увеличил антигрибковое действие обычных антимикотических препаратов. Дело в том, что алкилородамины активно выбрасываются ABC-переносчиками из клетки, но поскольку эти соединения крайне гидрофобны, то они сразу же после этого захватываются клеткой обратно. В результате ABC-переносчики оказываются обмануты, они полностью заняты выкачиванием радоаминов, и у них уже не хватает мощности, чтобы выкачивать вредные для клеток лекарства типа клотримозола. И напоследок в Татарстане. Разработки ученых Казанского федерального университета помогут при замещении тканевых дефектов. Их исследования посвящены созданию биополимерных каркасов с использованием нанотрубок галуазита для тканевой инженерии и изучения их биосовместимости инвитро и инвиво. Важным компонентом искусственно создаваемых тканей является внеклеточный матрикс. Специальный носитель клеток необходим в процессе реконструкции поврежденной ткани для направления организации, поддержания роста и дифференцировки клеток. Превращение первоначально одинаковых, неспециализированных клеток в специализированные клетки тканей и органов и представляющие собой трехмерную сеть, похожую на губку или пензу. А на этом все.